Центр управления регионом рапортует. По всем возможным каналам большинство жалоб от жителей области поступает на работу общественного транспорта. И как показывает статистика, их количество растет с каждым днем. Если за 2020 год зафиксировано более 500 обращений, то с начала 2021 уже 368. 252 из них по городу Ульяновску. Есть маршруты, которые, как говорится, пользуются особой популярностью, вызывают наибольшее нарекание у жителей. Но в целом идут вопросы, связанные с тем, что транспорт ходит нерегулярно, с тем, что остановки в несоответствующем состоянии и обращение по самому состоянию общественного транспорта – это нарушение масочного режима, это грязь, это хамство водителей. По каждой проблеме точечное решение от профильных ведомств. Как пример, на дороге города вернулся 69-й маршрут от улицы Просоюзной до Центробанка. Теперь он муниципальный, выполняет 6 рейсов часы пик. Увеличиваются подвижные составы маршрутов. 4 новых автобуса ходят под номером 71. В микрорайон Свияга-10 теперь можно спокойно добраться на 20-ке. Схема движения продлена до улицы Отрадной. А еще 18-й и 19-й микрорайоны вновь соединены с центром города. Нас сдали свидетельство на 81 маршрута. Мы потеряли связь между 18-м и 19-м микрорайоном и улицей Родичево. Это такими объектами социальной корреспонденции, как роддом, как детская больница. Мы изменили маршрут номер 93 с заездом через Красноармейскую по улице Рлеева, что обеспечивает транспортную доступность данных микрорайонов до социальных объектов. Проблемные маршруты переводят на регулируемый тариф. Город поможет частникам финансами. Взамен перевозчики обязаны оказывать качественные услуги и соблюдать расписание движения. За неисполнение штраф вплоть до лишения лицензии. Улучшить транспортную систему города сегодня может каждый его житель. Для этого достаточно зайти на сайт управления дорожного хозяйства удх73.ру и написать обращение, оставить свою заявку. Для этого надо зайти в общественную приемную. Здесь справа появляется предложение по модернизации транспортной схемы. Нажимаем сюда и заполняем простую форму. Фамилии, имя, отчество, адрес, какое тема обращения и непосредственно краткое содержание, что и как нужно изменить. А пока инициатива города. В течение месяца запустится новый маршрут от аэропорта в селе Боротаевка до Центробанка. Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, репортер 73.